Итак, продолжим наше вчерешнее видео. Остановились мы на внешних факторах. К таким факторам также еще можно отнести их в травмы, которые были получены как во время игры, или, возможно, собаки дрались между собой, тоже могли нанести друг друга увечья, в том числе и внутренних органов, что тоже не является хорошо, что тоже не есть хорошо, и может повести за собой дальнейшее осложнение, если это ухустить и не принять меры. Среди, на которые часто ссылается проагитация и застерилизацию, очень часто имеют наружные симптомы, и их можно обнаружить. Есть также и внутренние симптомы, которые без квалифицированной медицинской помощи, к сожалению, диагностировать и найти очень сложно. Поэтому очень важен такой момент, как периодическое посещение ветеринара, то есть профилактика. То есть не дожидаться, когда уже пошла терминальная стадия, и уже просто болезнь невозможно не заметить, то есть когда там уже опухоль такого размера, что она просто видна и начинает уже снаружи кровоточить, или, ну, очень много таких моментов, например, там очень часто Husky Help листаю, и им очень много собак, которые в запущенном состоянии, то есть когда опухоль не просто это какое-то уплотнение, это уже, условно говоря, как отдельный какой-то орган свисает там между ног и показывает вот эти жуткие фотографии. Но это уже запущенная стадия, и это развивалось очень долгое время. И, соответственно, не было принято вовремя лечения. Соответственно, в такой же стадии это уже там операция, химиотерапия или лучевая терапия, если химия не помогла. Также возвращаясь к моменту профилактики, то есть периодическом регулярном осмотре у виситеринара, очень часто встречаются комментарии, то есть, например, у меня собака, ей там 5-6 лет, она нестерилизованная, она рожала, и на пятом году у нее выпала матка. Соответственно, это, ну, само по себе, что так с собакой произошло, конечно, очень плохо, и ужасная трагедия для хозяина. Но это уже терминальная стадия. То есть до этого были стадии, когда это там начиналось, воспаление только пошло и так далее, по нарастающей. Соответственно, в это время можно было увидеть изменение в поведении, то есть потому что воспаление внутренних органов и такие серьезные заболевания, они не проходят бесследно, у них всегда есть симптомы. То есть и очень легко сказать, что вот там у меня там у собаки матка выпала, и теперь я всех стерилизую, вот, и я только за стерилизацию. Я говорю, очень важна профилактика, то есть регулярный осмотр. То есть первичный осмотр это хозяин делает, и если есть какие-то подозрения, то есть он уже должен обратиться к специализированной организации, то есть к ветеринару. Так, мы подошли к тому, что у каждой болезни есть причина и следствие. И если все вовремя не диагностировать и не принять лечение, то это все заканчивается очень печально. Соответственно, неважно генетика или внешний фактор, которые вызвали болезнь, но именно очень часто недосмотр хозяина ведет к тому, что все заканчивается очень плачевно, и появляются такие посты, что у меня собака там 5 лет, выпала матка, то есть я всеми руками за стерилизацию, и тому подобное. Все болезни протекают по-разному, и очень часто это длительный период, во время которого можно было бы выявить симптомы и вовремя провести лечение, и не доводить до серьезных последствий. Все болезни протекают по-разному. И часто это длительный период времени, за который можно было бы вовремя заметить симптомы и принять меры. Конечно, если собаку не ослабили плохим питанием, переохлаждением, слишком большими нагрузками, тогда в зависимости от индивидуальных особенностей организма болезнь может ускориться, и собака в буквальном смысле варсик хватит, и собака в буквальном смысле зачахнет на глазах. Поэтому очень часто именно пожилые собаки, организм которых произносился и подустал, не подвержены этим заболеваниям. Хотя может случиться так, что даже и молодой организм, то есть собака в очень юном возрасте может подхватить очень серьезные заболевания, такие как онкология, кисты и тому подобное. Получается, что вышеперечисленные факторы на самом деле и являются одними из причин, которые вызывают все эти ужасные заболевания, а не то, как очень часто и упрощенно говорят, что у собаки невыразданная матка яичники, и у нее развился рак. Тему состерилизации настолько упростили, что получилась ситуация, которая есть сейчас. Почти всегда указывается очень много плюсов, и всего лишь несколько небольших минусов. Обычно они незначительные, нужны только для галочки. И перейдем непосредственно к самим минусам, к вызову стерилизации. Самое основное это то, что от наркоза собака может не проснуться, потому что это очень серьезный нагрузка на организм. Опять же, это все индивидуально, и требует перед операцией полного обследования собаки с задачей всевозможных анализов. Еще одним из негативных последствий именно самой стерилизации является недержание мочи. То есть, когда собака в любое время дня и ночи может непроизвольно пописать под себя. Соответственно, это хорошо, если это можно вылечить медикаментами. Если нет, то это очень большой геморрой, который будет с собакой постоянно. Соответственно, такую собаку, уже прооперированную, лучше не переохлаждать. То есть, если это прогулки, то обязательно нужна специальная накидка, то есть, сплачли собаки, чтобы внутренние органы не мерзли. То есть, и сама собака была в тепле. Соответственно, если это вольерное содержание, то, опять же, нужен специальный вольер, лучше, чтобы там была секция, которая специально отапливалась. То есть, вольер должен быть теплым. Опять же, это дополнительные расходы на строительство и на содержание. Следующие минусы. После операционной последствии воспаления швов грыжи могут быть вызваны заболевания, которые являются последствиями проведенной операции. Очень часто были случаи, когда почки не восстанавливались после операции, печень начала отказывать. То есть, и, соответственно, собака уже не может нормально жить. То есть ей требуется постоянный медицинский уход. Еще один такой момент со стерилизацией. Стерилизация, ну что касается девочек, она может быть полной и частичной. То есть полная стерилизация, это когда убирается и матка, и яичники полностью. Соответственно, у собаки в этом случае пропадает течь. Бывает частичная стерилизация, когда, например, удаляется только часть яичника. Ну, условно говоря, матку удалили и часть яичника, а чуть-чуть оставили. Для того, чтобы избежать такого последствия, как то, что собака будет ходить под себя. Но в этом случае может появиться, остаться тот факт, что у собаки все равно будет периодически течка. Большую долю смуты внесли док-блогеры. Как я уже говорил, когда автор статьи пишет свой материал, то он уже изначально закладывает, как бы, русло, в котором пойдет обсуждение. И хотел бы вот зачитать один из таких примеров. То есть это пост, ну, пост док-блогера из Инстаграма. То есть позиционирует себя как кинолог. Соответственно, ну, достаточно большая аудитория, в районе 15 тысяч читателей. И, соответственно, очень много человек прочитал этот пост, то есть очень много комментариев. И получила, ну, дискуссия была большая, можно так сказать. Роды – это риск. Тяжесть для здоровья. Рожать должны только высокоплеменные суки для поддержания потомства. Плюсы за стерилизацию. У 80% нестерилизованных сук, в том числе рожавших, развиваются такие болезни. Ложная беременность, опухоли матки и яичников, рак молочной железы и другие. И минусы. А, один плюс, значит, плюсом – отсутствие течки. Значит, минусы. Сам риск операции, ну, как я уже говорил, что собака может ее не перенести. И у 3% наблюдается неодержание мочи. Но это лечится. То есть у 3% всего. По сравнению с 80% это очень большая разница. Аргументы очень веские, можно сказать, убедительные. Но возникает такой вопрос, откуда взялись эти данные. Просто обычно я не читаю комментарии, потому что там вряд ли можно найти что-то интересное. Но ради интереса я все это прочитал. И где-то в самом низу задали вопрос у этого автора. Откуда взяли вы эти данные. Соответственно, она на них ответила, что она пообщалась с врачами и на основании этого общения сделала выводы свои. И, соответственно, написала их. Ну, в противовес ей написали, что я вот считала, что у 40% собак бывает недержание мочи. На что блогер вот этот ответил, что, ну, а мой вывод, что это 3%. Что можно сказать? Что очень часто все вот эти статьи и данные, которые проводятся, это не больше, чем личные мнения и личные выводы, которые сделал автор. И, соответственно, не стоит 100% на них ориентироваться, когда принимается решение. Я бы даже сказал, вообще не надо ориентироваться на блогеров, не надо смотреть на комментарии, которые пишут под материалом, который был опубликован. Потому что в основном это будут комментарии за то, что стерилизация нужна. Потому что, как я говорил, посыл идет такой, что авторы изначально за стерилизацию. И, конечно, все большинство постов, которые будут внизу в комментариях, они тоже будут поддерживать авторы. Будут писать, что у меня собака не стерилизована, начался рак. То есть я тоже за стерилизацию, там, ну, начинается, так сказать, в комментариях очень часто получается так, что это кружок по интересам. То есть где собираются обладатели костремых и стерилизованных собак. То есть очень часто я даже видел комментарии, что «Добро пожаловать в наш кружок стерилок и костратиков». Вот, как-то так. То есть несмотря на то, что все эти, так сказать, комментарии, это, можно сказать, написанные кружки, потому что за ними стоят реальные собаки, которые пострадали или даже умерли. Ну, получается вот так вот. Как я уже сказал, у авторов статей, у блогеров, не стоит спрашивать, что делать по поводу стерилизации и кастрации. Бессмысленно искать ответ в комментариях. Например, мне тоже иногда часто пишут, как поступить, то есть что стерилизовать, не стерилизовать собаку. Поскольку у меня нет данных о состоянии собаки и нет квалификации, чтобы правильно их обработать, даже если бы они были. Соответственно, я не могу это дать совет. Соответственно, получается, что тогда делать? Где искать? Где искать правду? Потому что очень часто даже у различных врачей, которые, ну, как бы профессионалы, различается мнение по этому вопросу. Ну, здесь несколько моментов надо учитывать. Что если просто так подойти к врачу и спросить, а надо ли мне стерилизовать собаку? Ну, наверное, он ответит, исходя из того, какое у него внутреннее убеждение по этой теме. То есть оно может быть свое у каждого человека. То есть иметь личное мнение не разбраняется. Значит, соответственно, если же подойти к врачу, предварительно сделав все анализы, то есть анализ крови, мочи, анализ на гормоны, то есть что там, УЗИ, ну, все, что возможно сделать, то есть вы получите тогда четкое понимание о состоянии вашей собаки на сегодняшний день. То есть, и, соответственно, исходя из этого, уже врач сможет их проанализировать и сказать вам. То есть, например, ваша собака здорова. Значит, что еще? Ваша собака здорова. Соответственно, приходите через полгода на плановый осмотр. Мы повторим анализы, посмотрим, как у вас что поменялось. Если не поменялось, увидимся опять же через полгода. Значит, либо там, ваша собака сейчас здорова, но по анализам, что мне что-то вот не нравится, давайте мы сделаем какую-то, вот, проведем профилактику, отследим, будут ли изменения. Либо, опять же, сейчас собака здорова, но уже начинаются проблемы вот тут и тут и тут. Соответственно, мы можем принять такие решения. Либо мы сейчас лечим, либо мы сразу делаем операцию по удалению, например. Или, соответственно, ваша собака, ну, то есть, собака уже имеет какие-то отклонения болезни, и в зависимости от этого врач уже назначает лечение сам. Ну, исходя из опыта и знаний, которые у него есть. Хоть я и не врач, но я не рекомендую идти в клиники, где готовы, так сказать, резать по-живому без дачи анализа. А такие клиники есть, и чего греха третить, потому что это бизнес, довольно прибыльный. То есть, операция, в принципе, можно сказать, несложная, проделается быстро. А для таких врачей это всего лишь деньги. Соответственно, сделал операцию и получил деньги, а что там будет с собакой дальше, уже не важно. И напоследок, небольшой совет. Без точных, подтвержденных медицинских данных о состоянии вашей собаки не стоит слушать никаких там блогеров, соседей, друзей других собаководов, потому что они рассказывают то, что пережили сами. А это никак не относится к тому, что может произойти с вашей собакой. Потому что каждый случай индивидуален, и его надо рассматривать конкретно. То есть, конкретно рассматриваются случаи и принимаются по нему решения. То есть, нельзя перекладывать частное на общее. Небольшое такое отступление. Поскольку я обещал, что разберу вопрос, который мне написали в комментариях в конце видео. Вот сам вопрос. Значит, у меня знакомые хотят покрыть свою собаку первый раз, чтобы рак матки не образовался. Ей три года, так как она на половину хаски, спросили насчет нашего кобеля. Ему 15 месяцев, и судя по интересу к дамам, он уже не против. Хотелось бы узнать ваше мнение, какой возраст должен иметь кобель и не поздно ли собаки в первый раз рожать. Выглядит она хорошо, здорово на вид. И хорошо с нашим сходится. Сейчас у нее течка. Но кроме игры она ничего не допускает. Насколько я знаю, или еще рано, или поздно. Как вы определяете, что сводит пора? Заранее спасибо за ответ. Как я уже говорил в видео, рак матки бывает не из-за того, что свели собаку или не свели. Есть определенные факторы. То есть, либо это наследственность, либо это внешнее. То есть, плохое содержание, питание, то есть, большие нагрузки на собаку, то есть, всякие переохлаждения, травмы и так далее. Очень много факторов, которые могут на это повлиять. И если они переживают состояние собаки, то единственная верность, что они могут сделать, это сдать все анализы, которые покажут, что собака сейчас здорова, или собака не здорова, и надо лечить. Значит, что касается самой вязки. В принципе, если собаку повязать, ничего плохого в этом не будет. Потому что собака как бы исполнит свое предназначение. То есть, она родит щенят. За беременной собакой надо по-собому следить. То есть, в основном, если собака содержится в хороших условиях, то это нужно правильное питание. И, можно даже сказать, усиленное питание. Потому что, помимо затрат, которые нужны самой собаке, она еще растит щенят. То есть, обычно беременная собака получает, ну, где-то в полтора раза больше продуктов, чем обычно. Соответственно, очень важно, чтобы все эти продукты были сбалансированы. То есть, не просто какая-нибудь каша с мясом. Еще нужны витамины. Можно купить отдельные витамины для беременных. То есть, или лучше еще как бы специализированным кормом кормить собаку. То есть, например, если люди кормят натуралкой, то можно на период, пока идет беременность, и пока будет откорм щенков, то есть, где-то два месяца после родов, перейти на хороший сухой корм премиум класса или супер премиум. Потому что в нем будут все элементы, и не нужно будет дополнительно стоять у плиты и готовить вот эти вот там каши и тому подобное. Так, дальше. Значит, наш кобель полтора-пятнадцать месяцев. Он уже проявляет интерес и не против. Но полтора года, это уже, а, пятнадцать месяцев, это уже, можно сказать, здоровый собрававшийся кобель. Если он покроет эту девочку с ним, ничего не случится. Как пример, мысль у нас коба, первая вязка кобы была в двенадцать месяцев. И, соответственно, никаких там, никаких побочных эффектов от того, ну, от этого у него не наблюдалось. То есть он повязал и довольный пошел гулять дальше, условно говоря. Единственный момент такой, что если кобель неопытный, и, там, например, девочка первый раз вяжется, то лучше, чтобы был человек, который уже вязал собак. Вот, он подскажет, как это безопаснее сделать, потому что когда они сцепятся, то есть, ну, произойдет вязка, они склеятся где-то на минут пятнадцать-двадцать. Ну, по-разному бывает. Может быть, за пять минут расцепится, но если в этот момент, то есть, имеется в виду, кобель не сможет от нее отсоединиться. Соответственно, может произойти такой момент, что либо девочка будет пытаться вырваться, либо мальчик. И, соответственно, это может вызвать, так сказать, дискомфорт, и это вызвать болезненные ощущения, как у самца, так и у самки. Поэтому, если нет опыта в этом, то лучше пригласить специалиста по вязке. Соответственно, про возраст кобеля я сказал, что, в принципе, 15 месяцев это нормальный возраст, чтобы повязать. Значит, выглядит она хорошо, здорова на вид. Но, опять же, на вид хорошо и здорова, это такое, что надо сдать все анализы у вертилинара. Во-первых, вы получите подтверждение того, что собака здорова, и она сможет родить нормальных щенят. Сейчас у нее течка, но кроме игры она ничего не допускает. Вот, значит, ну, как я уже говорил, течка делится на несколько фаз. То есть, это начало, середина, пик, когда собака, у собаки начинается охота, соответственно, она подпустит к себе кобеля, и спад уже идет. В принципе, это получается так, то есть, там, 7-10 дней это начало, то есть, когда собака, ну, просто игривая, и она не подпустит к себе кобеля. Потом, опять, 7-10 дней это пик, когда она сама ищет, вот, и, условно говоря, подпустит к себе любого. И потом уже идет спад. Соответственно, опять же, это надо следить, ну, надо у хозяев спросить, когда началась течка. Например, у нас, вот, есть журнальчик, куда мы записываем, то есть, барса, течка началась с такого-то числа, закончилась с такого-то числа. Там, ласка, течка началась с такого-то числа, ну, и закончилась с такого-то числа. И, соответственно, введя этот дневник, можно точно сказать, когда у собаки будет пик. И, например, в нашем случае, что мы пока щенков не собираемся заводить, то вот именно подходит время, где надо быть особенно осторожным и усилить меры контроля. А, ну и соответственно я уже ответил, как вы определяете, что сводит пора То есть я уже ответил, что у нас есть журнал, где все записывается То есть от начала течки мы записали, отсчитываем 7-10 дней И значит через 7-10 дней настанет время, когда надо делать вязку Ну, заранее спасибо за ответ Ну, в принципе, вот как бы что я могу сказать по этому поводу То есть если собака здорова и вы получите медицинское подтверждение То есть дойдите анализы, осмотрят собаку И хозяева готовы пойти на то, чтобы будут дополнительные затраты на собаку Как пропитание, то есть возможно какие-то медикаменты понадобятся, витамины Вот, и они потом готовы заняться пристройством щенков Потому что, ну, может родиться, ну, по-разному То есть от 4 до 8 в среднем рождается Соответственно их придется продавать, то есть раздавать, ну не знаю, как что они планируют То есть надо сразу заботиться о том, как будут пристраиваться дети, которые получатся от этого союза Соответственно, если они готовы, они готовы, что будут вот эти сложности И затраты и нагрузки, которые лягут непосредственно на них То ничего плохого в этом не будет Ну и опять же, как я еще раз повторюсь То есть при условии того, что собаки здоровы Огромное спасибо за то, что уделили время на просмотр этого ролика Также, если вам понравился материал, который я для вас подготовил Прошу вас поставить лайк, написать комментарий Вот, и если есть возможность поделиться этим видео с другом И посоветовать ему мой канал Это очень мне поможет Потому что канал развивается только благодаря вашей поддержке Спасибо большое и увидимся в следующих видео До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok